Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о сумках, чехлах, рюкзаках и прочем. Я достаточно долго живу в Подмосковье и ритм жизни здесь такой, что постоянно приходится гулять, ездить, поездки, пересадки и прочее. Поэтому очень остро встает вопрос о переноске и перевозке вещей. Это могут быть варианты на каждый день, могут быть специализированные кофры, как, например, для видеотехники. Могут быть вообще туристические варианты. Поэтому некий опыт общения с сумками и рюкзаками у меня есть. И сегодня на базе этого опыта я хочу рассказать про чехол, сумку для армалета Doom. Начнем с плюсов. Сумка полностью сшита по размерам арбалета. То есть нигде ничего не торчит, нигде нет лишней ткани, все отлично. Даже вот этот изгиб приклада здесь тоже сохранен. К верхней крышке, можем назвать ее так, претензий нет вообще. Есть отделение под стрелы, под кивер, который можно в случае чего отстегнуть. Есть защита оптического прицела, есть отделение под мелочи, в которое ему легко поместится воск, натяжитель или набор ключей. Не имеет значения. Второй момент. Между слоями ткани вставлена мягкая прокладка для защиты от механических повреждений. И как сегодня выяснилось, защита от воды, от влаги и так далее. Сегодня пока шел на место съемок. Был снег на дворе 27 апреля и снег. Ну что делать? И при этом внутри все отлично, ничего не промокло, не протекло. Поэтому это тоже плюс. Плавно перейдем к минусам. Первое. Это недостаточная защита блоков. Если вложить внутрь арбалет и поставить его на бок, то как раз блоком он упирается в землю. Неважно, на левой или на правой стороне. На мой взгляд, здесь нужно усилить защиту либо дополнительным мягким слоем, либо какой-то накладкой. Второй момент. Это не очень удобные ручки. Они присутствуют с двух сторон, но носить долгое время арбалет неудобно. Нюанс с ручками. Когда все лежит, все отлично. Но как только мы берем, происходит вот такой эффект. Центр тяжести смещается вперед, потому что основной вес арбалета в блоках, в плечах, в колодке. На приклад остается совсем немного. Получается, что носим арбалет вот таким образом. Третье. Это вот эти лямки. Опять же, история как с ручками. По факту они есть. Можно куда-то там донести его недалеко. Я имею в виду арбалет в чехле. Но не очень комфортно. Теперь нюанс с переноской. Если мы носим его на одном плече, то получаем вот такой эффект. В процессе носки сила тяжести и центр тяжести автоматически выводит его вперед, что очень неудобно. А если мы носим его на двух лямках, то получаем вот такой вот интересный эффект. Когда жесткий приклад упирается нам прямо вплоть. Итак, вердикт. Как чехол все здорово. Положить на полку, либо кинуть в багажник автомобиля, доехать до стрельбища, расстегнуть молнию, достать арбалет и все. Все отлично. Но как сумка, когда нужно ехать в каком-то общественном транспорте, куда-то идти, где-то его нести. Вот здесь есть нарекания. И повторюсь еще раз. Это защита блоков. С одной и со второй стороны. Это защита нижней части. Потому что ставить на блоки не очень хорошо. А ставить на тоже незащищенную мягкую часть. Такое себе. Усилить ручки. И как-то обыграть вариант с лямками. Либо с этими, либо может быть сделать какую-то другую. Что же вопрос? Я постараюсь в ближайшее время кастомизировать сумку. И покажу вам, что из этого получилось. В принципе, все. Ну что ж, магия кино. Для вас прошла буквально секунда. Для меня неделя. И сегодня готов представить то, что у меня получилось с сумкой. Все мои кастомизации, все мои доработки. И немного дальше вы их увидите. Итак, что же сделал? Установлены вот такие пластиковые вставки. Защищающие блоки от ударов. Усилены ручки. Внутрь стропы вставлен шнур. Который позволяет более комфортно носить. На вот эту вот липучку Velcro установлены такие хлястики. И с одной, и с другой стороны. Который позволяет более быстро его открыть. Усиливающая задняя вставка. На которую можно поставить арбалет. И которая защищает нижнюю часть от ударов. Усиливающие вставки. Усиливающие вставки. Следующим образом. И с другой стороны. С другой стороны. Тоже подобраны под блок. Задняя вставка. Задняя вставка. Также упирается в пластиковую обратную часть. Мелочь. Но приятно. Открывать стало удобнее. Одно из самых важных изменений. Это ремень крепления. Теперь он один. И идет наискосок. Вместо двух лямок. Которые располагались по центру. С мягкой подкладкой. Которая распределяет нагрузку. В заключении. Хотелось бы еще раз сказать, что это только мое видение. Данные конкретные вещи. В данных конкретных условиях. Под данные конкретные задачи. Это ни в коем случае. Не стопроцентное руководство к действию. Это только то. Как я вижу вопрос. На этом все. Всем удачных выстрелов.